Всем привет, с вами Артём и Недарм, я завернулся в плед. Похоже, что я немножко заболевать начинаю. Это, наверное, не есть хорошо. Всё-таки холодно очень в квартире. Интересно, живёт здесь ли... живёт ли здесь кто-нибудь? Только посмотрите, их запасов хватило бы на много месяцев для большой группы людей. Другая группа. Кто ты? Всё хорошо, всё нормально. Мне не нужны неприятности. Нам тоже. Поэтому ты развернёшься и уйдёшь сейчас же. Слушайте, извините, что потревожил вас, ребята, я просто уйду. Нельзя отпускать его, он из Кроуфорда. Если он вернётся, они узнают, что мы здесь. Ты из Кроуфорда? Я не в времени, я пойму. Я пришёл сюда с маленькой группой в надежде найти лодку. Мы просто хотим выбраться отсюда. Может, вы меня отпустите? Здесь больше нет лодок. Люди из Кроуфорда забрали всё. Да, я уже это понял. Ему нельзя доверять, Вернон, нельзя отпускать его. И что мне сделать, впустить пулю ему в голову? А почему бы и нет? Это будет милосерднее по сравнению с тем, как люди из Кроуфорда обращались с нами. Вернон, как ты думаешь, что они с нами сделают, когда узнают, что мы находимся прямо под ними? Я извиняюсь, друг. Чёрт, ты права, извини, друг. Я не из Кроуфорда, но я видел, что они сделали там. Это ужасно, я не такой, как они. И думаю, ты тоже. Я думаю, что ты хороший человек. Отойди, или клянусь, я выстрелю. У тебя руки дрожат. Всё хорошо. Всё нормально. Вернон, какого чёрта ты делаешь? Вернон! Ой, дура. Успокойно, я здесь не для того, чтобы навредить вам. Ты вправду не из Кроуфорда? Нет, не оттуда. Ну, а мы оттуда. Были там раньше, мы ушли из того места, когда они начали отгораживаться, начали отсеивать стариков и больных, чтобы ничего не угрожало их идеальному обществу, выживших. В их маленькой расе господ нет места слабости или чувствительности. Ты не такой уж и старый. Значит, ты болен? Был болен. Мы группа больных, лечившихся от рака, и раньше встречались здесь, в этой больнице. У нас ремиссия, но это не подходило для Кроуфорда. Они убили пятерых наших, прежде чем мы успели выбраться. И спрятаться тут. Этот старый подвал был заброшен много лет. Это что, морг? Да. Когда я ищу место для выживания, подбираю его с иронией. А как ты нашел дорогу сюда? Нас зажали ходячие на улице, и я спустился сюда, пытаясь уйти от них. Все, чего я хочу теперь, это выбраться отсюда. И найти своих людей. Канализация, по которой ты пришел, идет по всему городу, она приведет тебя туда, куда тебе нужно. Для меня эти канализации, как чертов лабиринт. Может быть, ты поможешь найти мне дорогу назад? Слушай, я хотел бы тебе помочь, но у нас есть свои проблемы. Двое из нашей группы больны. За ними нужен опыт. А я единственный врач здесь. К тому же, зачем нам помогать тебе? Слушайте, извините, что напугал вас. Я просто хочу вернуться к своим людям. К Лементине. Она твоя дочь? Нет. Она потеряла своих родителей. Я делаю, что могу, чтобы помочь ей. Ты ведь не собираешься с ним идти? Все хорошо, Бри. У меня тоже была дочка. Я потерял ее в первые дни этой чертовщины. Будь я проклят, если буду здесь сидеть и позволю этому случиться с еще одной маленькой девочкой. Но ты нам нужен. Не волнуйся. Я скоро вернусь. Пошли. Ничего мы ему такого уж прям не сделаем. Че мы? Изверги какие-то, что ли? Группа поддержки. Клементина? Клем. Ты-то че-то плазишь-то. Молли? Привет, ты вернулся. Кто это? Он не рассказал про меня? Думаю, его можно понять. Я ведь надрала ему задницу, когда он пытался напасть на меня. У реки. А что это за ископаемое? Это Вернон, он врач. Он помог мне вернуться после того, как мы разделились. Думаю, у тебя есть кое-что мое. Есть такое дело. У Вернона губы, как у Ларри. Ли, слава богу, ты вернулся. Кристо, в чем дело? Дело в Амиде. Ему стало хуже. Гораздо хуже. У нас есть раненый. Кто это? Это Вернон, он врач. Слава богу. Ты можешь осмотреть его? Помогите. Прошу. Я посмотрю, что можно сделать. Отведите меня к нему. У Амида, похоже, все-таки инфекция какая-то попала в ногу, и поэтому у него началось заражение. Но не в смысле, что он ходячего превращается, а в смысле... Вариант ампутации ноги может рассматриваться. Амида, милый, все будет хорошо. Ли привел врача. Ладно, сейчас посмотрим, что с ним. Без публики мне работается лучше. Уверен, у тебя есть и свои дела. Клементина. Клементина? Давайте искать Клементину. Клементина, ты здесь? Где она? Рисунок Клементины? Рисунок Клем. Но где сама Клементина? Таким грустным она его нарисовала. Ну еще бы. Тяжело веселиться в такое время. Клем, ты здесь? Клементина? Да что она могла запропаститься-то? Клементина, ты здесь? Клем? Клем? У меня нет времени на это. Эй! Что ты делаешь? Ох, ну знаешь, просто осматриваюсь. Ты не найдешь ничего, мы уже обыскали это место. Ты удивишься, но люди могут многое не заметить. Поверь мне, я уже давно этим занимаюсь. Где Клементина? Где Клементина? Не знаю, я не ее сиделка. Эй, я не в настроении, чтобы меня дурачили, ясно? Куда она пошла? Последний раз я видела ее внизу с тем парнем из колледжа и твоим усатым другом. Спроси лучше у них. Усатый друг. Пошли тогда отсюда. Клем? Клем? Клементина? Блин, такой дом здоровый. Внизу, говорит, я ее видела. Клементина, выходи, пожалуйста. Кенни? Ну все, он уже приложился к бутылке. Ок, здорово, ты вернулся, молодец, молодец. Что это ты делаешь? А на что похоже? Где ты взял эту бутылку? Нашел ее? Эй, спокойно, думаю, ты уже достаточно выпил. Иди к черту. Выпивка никому сейчас не поможет. Да? А что поможет? Мы в жопе! Я сменил географию последнего слова. Молли сказала, что в саванне не осталось ни одной лодки. Отсюда не выбраться, ходячие повсюду. А еще и этот безумный засранец рации над нами издевается. Черт, сейчас как раз самое время выпить. Так, ладно. Климентин! Где ты? Климентин! Климентин, где ты? Кстати, дверь-то получается на задний двор, а главный вход-то с другой стороны должен быть в дом. Климентин! Климентин! Двери совсем заросли. Не думаю, что кто-то смог зайти туда. Зачем бы ей пришлось уходить? Так, ладно. Не понял приколов. И что же там? Ли! Что ты тут делаешь? Исследую. И посмотри. Смотри, что я нашла. И что же там такое? Да покажите мне уже, покажите! Япона, мать! Лодка! Причем, похоже, рабочая. Охренеть! Не ругайся. Похоже, что и у Кенни рождается надежда. Ну зачем ты выкинул бутылку? Ну ты чё? Никогда, кстати, не видел, чтобы виски в таких больших бутылках был. Обычно он в маленьких бутылках же продается. Типа Джек Дэниелс там и так далее. Джем Бим. Ну правда, Джем Бим это бурбон, но бурбон это по идее разновидность вискаря. На вкус даже одинаков. Там с легким, таким кукурузным оттенком. Не спрашивайте, откуда я знаю. С Амидом всё в порядке? Насколько это возможно в данных обстоятельствах? Я сделал для него всё, что мог. Прочистил рану. Но у него началось заражение. Что вызвало жар? Без антибиотиков? Может, хватит маячить перед глазами? Ты всех нервируешь. Почему ты вообще ещё здесь? Ну, если твой дружок заставит лодку работать, вы возьмёте меня с собой за то, что я спасла ваши жопы. По-моему, честно, не так ли? Ну? Хочешь хорошие новости или плохие? Давай сначала с плохой новостью разберёмся. Плохая новость в том, что она никуда не поплывёт в таком состоянии. Бензобак пустый, а аккумулятор сдох. А хорошая новость? Ну, это всё, что ей нужно. Бензин и аккумулятор. А так она уже готова к отплытию. Ну и как же мы достанем эти вещи? Похоже, в Кроуфорде есть всё, что нам нужно. Может, стоит попробовать это? Погодите минутку. Конечно, мы должны попробовать. Если в городе остались живые люди, у которых есть припасы, что плохого произойдёт, если мы попросим их? Поверь, ты не знаешь этих людей. А я знаю. Скажете, что у вас есть раненый, считайте, что он уже труп. Детей они тоже с объятиями не станут встречать. Что это, чёрт возьми, за место такое? Хуже места не придумаешь. Но другого выбора у нас нет. И как ты себе это представляешь? Из того, что я услышал, должен же быть какой-то путь, чтобы пробраться туда незамеченными. Может быть и есть. Я знаю систему канализации под Кроуфордом как свою ладонь. У вас случайно нет карты? Вообще-то есть. Думаю, я могу провести нас в центре города, где они хранят припасы. Мы можем забрать то, что нужно, и вернуться под землю, пока никто нас не заметил. Мы окажемся прямо под ними, возьмём их неожиданностью. Возьмём, что нужно, и уйдём, прежде чем они сообразят, что их обокрали. На самом деле, это не худшая идея, что я слышала. Так себе, конечно, но не знаю, может и сработает. Я думал об этом раньше, но не было людей, чтобы осуществить это. Но теперь, работая слаженная, мы сможем всё это провернуть. И что же ты хочешь взамен своей помощи? У Кроуфорда есть не только всё, что вам нужно для лодки. Они также хорошенько запаслись медикаментами. Они пригодятся как моим людям, так и твоим. Мы можем это сделать. Мы должны. Значит, решено, идём в Кроуфорд. У кого-нибудь есть возражения по поводу такого плана? Потому что нам понадобится каждый для этого дела. Блин, я даже не знаю. Не знаю насчёт тебя, парень, но я бы на твоём месте припринял хоть что-нибудь, а не сидел на месте, дожидаясь смерти. Та лодка для нас как благословение для молящего. И мы должны ещё немного постараться для неё. Ты в деле или нет? Мы должны пойти сегодня ночью под покровом темноты. Я пойду предупрежу своих людей. Дам вам время подготовиться. Вернусь до полуночи. Осторожнее. Благодаря этому я ещё жив. Я же говорил тебе остаться в комнате. Как давно ты тут была? Это будет опасно? Что будет опасно? Кроуфорд. Не могу врать, Клем. Да, будет опасно. Но это единственный способ достать то, что нужно Амиду и для лодки. Поэтому мы должны пойти. Ты понимаешь? Я не хочу, чтобы кто-то ещё умирал. Никто больше не умрёт. Я обещаю. Хотя мы знаем, что мы врём. Ты не можешь этого обещать. Нет, не могу. Прости. Тогда, наверное, я пойду собираться. Что ты сказала? Ты же сказал, тебе нужны все для этого дела. А ещё что, я во многом помогаю. Помнишь? Молли сказала, что Кроуфорд единственное место, где остались люди. Значит, там могут быть моя мама и папа. Правда? Я пойду туда, где слишком опасно. Особенно для детей. Ты говорил, что я должна всегда быть рядом с тобой. Я думаю, что её стоит взять. Мне нельзя с тобой? Так она быстрее привыкнет. Хорошо, можешь пойти. Но пообещай мне, что ты будешь вести себя тихо и делать в точности то, что я тебе скажу. Ладно, пойду, подготовлюсь. Вот такие вот дела. Всё-таки девочка, я думаю, стоит взять, потому что вдруг понадобится открывать какие-нибудь маленькие двери. Но опять же, чтобы она могла пролезть и открыть нам какую-нибудь дверь. Да и вообще, ей надо потихоньку привыкать к этой жизни. Гляньте, что я нашёл в гараже топор, лобзика и другие инструменты. Возможно, во время набега они пригодятся. Здорово. Можно тебя на минуту? Что случилось? Я ещё раз осмотрел лодку, в ней 30 футов. И что? И со свободным местом у нас не задача. Если все вернутся живыми, места в лодке не хватит. И что ты пытаешься этим сказать? Я просто предупредил тебя, и всё, думал, тебе стоит знать. А это ещё кто, чёрт возьми? Это Бри, она поможет нам. И чем поможет? Я училась в школе, где сейчас Кроуфорд хранит запасы. План школы я знаю. Она поможет прийти и быстро выйти из города. Будут ещё вопросы? Думаю, нет. И чего мы ждём? Идём. Подождите секунду. Готовы? Ещё бы. Эй, минуточку, её ты брать не будешь. Ты пропустил мимо ушей всё, что я тебе говорил про Кроуфорд? Это не обсуждается, Вернон. Я всё решил. Может и так? Но я не уверен, что это хорошая мысль. Она идёт и точка. Вы слышали его. Идёмте. Ну что ж, вперёд. Братья по томогавкам. Пойдём грабить злобных злобарей. Слово «злобарь» не мат. Я его сам выдумал. Ну вот, мы в центре Кроуфорда. Старая школа прямо над нами. Ладно, ребят. Настал момент истины. Запомните план. Будем вести себя тихо, скрытно и не отходить друг от друга. Мы возьмём то, что нам нужно, и уйдём раньше, чем о нас кто-нибудь узнает. Ясно? И правила про не отходить друг от друга особенно относятся к тебе. Ну, погнали, ребятки. Пошли. С виду всё чистенько, так аккуратненько. Видимо, все спят. Где все? Тут должны стоять охранники. Что, ты разочарован? Просто всё это странно. Кажется, я вижу одного вон там, возле дверей. Хорошо. Я и Кенни подкрадёмся и попытаемся его тихо вырубить. Остальные ждите сигнал. Поняли? Хорошо, Кенни, сделаем всё тихо. Не стреляй, пока не будет другого выбора. Я за тобой. Что за хрень? Что за хрень? Не понял прикола. Вы же сказали, тут живые собрались. Как это объяснить? И до них добралось, да? Какого хрена здесь делают ходячие? Внутрь, быстро! Да откуда они все пришли? Да уж. Не это оказался очень такой нежданчик. Опять у меня открыто достижение Джорджия Слойс Сити. Я ж его уже открывал. Твою мать, твою мать! Думаешь, они нас увидели? Я так не думаю. Я думаю, пока что мы отлично справляемся. Что здесь произошло? Я думала, это место отлично защищено. Так всегда происходит. В конце мёртвые всегда побеждают. Вот блин, мы в такой жопе. Нет, это хорошо. Вернон прав. С ходячими мы разберёмся быстрее, чем с вооружённой охраной. Я согласен. Если мы не дадим им окружить нас, то сможем сделать это. План не меняется. План не меняется? Каждый раз, как появляются ходячие, план изменяется. Вы вообще знаете, сколько их тут? Нет. Ты хочешь всех пересчитать? Или хочешь взять всё, что нам надо, и свалить отсюда, к чертям? Пошли, я думаю, что знаю, куда идти. Хорошо, если ты так уверенно говоришь, что ты знаешь, куда идти. Бен меня уже бесит. У меня плохое предчувствие по поводу всего этого. По-моему, мы сейчас живём в мире, где ходят ожившие покойники и превращают других в оживших покойников. По-моему, уже давным-давно надо было прекратить настораживаться по этим вопросам. Просто идём дальше. Сюда. Выглядит нормально. Все внутрь. Музыка в этом эпизоде очень печальная играет. Очень тихая, но печальная. Почему но? Очень тихая и печальная. Вообще, удивительно то, что до этого в предыдущих эпизодах не было такой музыки. На лунную санату, кстати, похоже. Видоизменённую. Похоже, это был первый класс. Блеск. Музыка, конечно, супер. Похоже, что они использовали эту комнату в качестве штаб-квартиры. Отлично. Что теперь? С чего начнём? Давайте думать. Давай, Бри, рассказывай. Смотрите. Какие мысли? Дай мне секунду. Есть идеи, где найти аккумулятор? Может, в автопарке? Здесь один неподалёку, если выйти через пожарный выход. Да, он называется автопарк Германа. Где лучше всего поискать медикаменты? Здесь, в медпункте, они использовали его как медсанчасть. Откуда ты это знаешь? Ну, это же логично, нет? Чё-то она знает явно. Что с горючим? Где начать искать? Вот за детской площадкой из техническое помещение. Если они хранили горючее, то только там. Хорошо, я сбегаю в техническое помещение за горючим. Будет быстрее, если я пойду с тобой, я могу отвезти тебя туда. Я тоже пойду. Не, двух человек достаточно. Ты останешься здесь и посмотришь, что можно использовать из тех инструментов, чтобы открыть дверь в арсенал. Возможно, нам придётся выходить со стрельбой. Я пойду за медикаментами. Я пойду с тобой, я знаю, что нужно брать. Хорошо, я думаю, мне ничего не осталось, как идти искать аккумулятор. Я пойду с тобой и буду тебя прикрывать. Хорошо, у нас есть план. Все будьте осторожны. Держитесь ближе друг к другу. Встречаемся здесь. Удачи. Ну что ж, погнали? Она какая-то странная. Она что-то скрывает явно. Как насчёт меня? Чем мне заняться? Мне нужно, чтобы ты осталась здесь Беном и присмотрела за командным центром. Я оставляю тебя за главную, хорошо? Ты оставляешь меня с Беном? Я не оставляю тебя с Беном, я оставляю его с тобой. Понятно? А, понятно. Мол, она главная. Следи за Беном. Я очень скоро вернусь. А там что? Ладно, в общем-то пошли. Музыка какая-то карнавально жутковатая играла. Обратили внимание? Приветствую, новый горожан. Кэоберсон, лидер Кроуфорда. Обезопасит вас. Должно быть парень, который управлял этим местом. Похоже, он позиционировал себя каким-то верховным лидером. Принципы Кроуфорда. Все заболевания и состояния здоровья должны быть раскрыты совету. Дети младше 14 лет не допускаются без разрешения. Всякий, покинувший Кроуфорд, не может вернуться ни под каким предлогом. Воровство или мародёрство в пределах района не допускается. Без отходов. Не переводи продукты. Понятно. Короче, нам в ту сторону. Пошли. Тут у нас что? Думаю, тут ничего нет. Переволок возле автопарка рядом. Ты идёшь или нет? А это что такое? Гильзы? Зачем мне они, если они отстрелянные? Они уже отстрелянные и теперь бесполезны. Я уже читал эти принципы Кроуфорда. Не могу открыть его без комбинации. Логан. Плохо, что я не знаю ни одной комбинации к ним. Ну, потом, может быть, найдём какую-нибудь информацию об этом. Вам нужна помощь, ребята? Спасибо, но я думаю, что мы почти справились. Мы позаботимся об этом ли? Не беспокойся. Ладно, пошли в сторону автопарка тогда. Где дверь-то туда? Я мимо неё, что ли, прошёл? Не в ту сторону? Ну да, видимо, мне в ту сторону надо было идти. Ага, всё верно, вот. Выход в переулок. Это определённая дверь в автопарк. Но где Молли? Молли, ты здесь? Ну, а теперь ищи её. Похоже, туда я не пойду. Ладно, друзья, давайте на этом моменте мы закончим эту серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артём, всем всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!